Сатурн почти выполнил задачу на матч. Предельно насытив центр поля, место в составе нашлось и Ласькову, и Еременко, и Коряке. В атаке гости надеялись на пробивную мощь гренадёра и Кубка. Словак толкался и топтал, но голевые моменты у ворота Кенфеева от такого построения игры не возникали. Впрочем, о том, чтобы забить, Сатурн думал во вторую очередь. Важнее было другое. Вкратце, я уже сказал, что с ССК в открытый футбол играть тяжело, так что играли от обороны. Стремясь в первую очередь не пропустить, гости успешно решали эту задачу до середины второго тайма, не в последнюю очередь усилиями своего вратаря. Если бы не итоговый результат, Кинский вполне мог стать героем встречи. Он выручал партнёров в почти безнадёжных ситуациях, отражая удары в упор с близкого расстояния и превосходно играя на выходах. Даже допустив ошибку, он сразу же её и исправил, заставив Красяча схватиться за голову. Но вместо него лучшим игроком встречи был назван Юрий Жирков, автор единственной голевой передачи. После игры галкипер отказался назвать виновного, но подробно разобрал момент. Я смотрел на Жиркова там во флангах. Даже не были игроки играть персонально с ними. Конечно, у нас говорится, что при таких прострелах или подачах с флангов надо, чтобы играли с игроками персонально, не в зонах. Ну, не очень тяжело оценить это, потому что я видел только его свободного какого-то бывает. Провели хороший контратак, уже дал великолепный пас. Я прострелировал штрафной. Вагнер замкнул. Получилось быстро, красиво. Выход Лебеденко и Топича немногое изменил в действиях Сатурна. Удар Воробьёва можно считать опасным, потому что ничего опаснее гости скидать не смогли. Зато в этом чемпионате Сатурн ещё ни разу не сыграл в мячью. А ведь в предыдущие годы был рекордсменом по этому показателю.